МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На планном совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна Росэнергоатом. В работе 31 энергоблок, в ремонте 5 энергоблоков. Суммарная мощность по станциям 25 131 мегаватт. Выработка составляет 120,3% к плану задания ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 3 энергоблока, суммарная нагрузка 3118 мегаватт. Замечаний по рабочим блокам нет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 28 дней октября составила 1,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Всего с начала года выработано более 15 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Культура безопасности на Смоленской АЭС на высоком уровне. Руководство и сотрудники едины в приоритете безопасности. Такое мнение озвучили эксперты компании ЭКОПСИ-Консалтинг в завершении независимой оценки текущего уровня развития культуры безопасности на нашем предприятии. В 2018 году в концерне «Росэнергоатом» и на его атомных станциях стартовал проект по повышению культуры безопасности. В его основе независимый мониторинг текущей ситуации, который направлен на выявление сильных сторон и областей для дальнейшего роста, а также разработка дорожной карты изменений, то есть корректирующих мероприятий на каждой атомной электростанции. Как отметила главный эксперт Департамента повышения эффективности концерна «Росэнергоатом» Ирина Косарева, независимые оценки по культуре безопасности, которые уже прошли на Калининской, Балаковской и Кольской АЭС, дали объективную картину состояния культуры безопасности и позволили наметить ориентиры, куда двигаться дальше, чтобы непрерывно улучшать этот процесс. Мы смотрим на культуру безопасности с нескольких сторон. Мы в первую очередь рассматриваем ее как культуру безопасного поведения. Это все, что связано с человеческим фактором, с людьми, с их поведением, с их установками, но и также той средой, в которой он находится. Эксперты компании «Экопси-консалтинг» использовали эффективно зарекомендовавшие себя инструментарий оценки состояния культуры безопасности. Провели более 50 интервью с руководителями разного уровня и сотрудниками подразделений, 6 фокус-групп, посетили со входами различные производственные участки, где наблюдали за работой персонала, оценивали состояние оборудования и организацию рабочих процессов. Тщательно изучили и проанализировали действующие на предприятии документацию, программы обучения, должностные инструкции, коммуникационные и другие материалы. Видно, что все, что делаете на станции, делаете не потому, что это правило, или потому, что требуют сверху, а потому, что вы считаете, что действительно так нужно делать, для того, чтобы и станция работала хорошо, и город жил, и страна в целом. В ходе фокус-групп происходили очень интересные вещи. Когда мы обсуждали определенные вопросы, люди сами их озвучивали, возможные варианты решения, то есть их собственное видение. Мне кажется, что вот это очень ценно, что наши следующие рекомендации, и которые мы будем готовить уже к стратегической сессии, они будут основаны в первую очередь на сочетании нашего экспертного опыта и вашего экспертного опыта, ваших людей, ваших коллег. После анализа полученной информации, эксперты подготовят отчет и представят его руководству Смоленской АЭС на стратегической сессии, проведение которой запланировано на декабрь. С 2018 года на предприятиях отрасли действуют команды поддержки изменений. Сотрудники объединяются, чтобы реализовать проекты, выходящие за рамки прямых должностных обязанностей. Есть подобное содружество и на Смоленской АЭС. В обновленном составе команда поддержки изменений встретилась 10 октября, чтобы обсудить приоритеты в своей деятельности. В команде 18 молодых специалистов из 10 подразделений. Активная жизненная позиция не позволяет им бездействовать, если требуется приложение их усилий. Молодежь готова затрачивать на решение задач личное время и энергию. Тем более, что команда поддержки изменений дает возможность участвовать в реализации собственных идей, развивать дополнительные навыки и компетенции. Принцип формирования нашей команды построен на добровольном участии. Но это подразумевает под собой сознательность тех людей, которые приходят в нашу команду, что они будут с душой отдаваться этой работе. Надеюсь, что тот состав и тот костяк, который у нас набран на сегодняшний день, пойдет в таком же духе, в таком же темпе. И я надеюсь, мы принесем большую пользу. По крайней мере, амбиции у нас высокие. Руководство отрасли видит в таких сотрудниках надежных партнеров о внедрении важных изменений, помощников в повышении качества и скорости достижения целей, получении обратной связи и взгляда с полей. По словам генерального директора Росатома Алексея Лихачева, необходимо, чтобы неравнодушие и инициативность стали привычной моделью поведения во всем, как в проектах, так и в ежедневной работе. Приоритетными направлениями в 2019-2020 годах команда поддержки изменений Смоленской АЭС выбрала культуру безопасности, единое информационное пространство, цифровизацию, социальную политику, горизонтальное управление. Успех команды поддержки изменений в том, что, собравшись вместе, молодые инициативные работники Смоленской АЭС смогут разить своим энтузиазмом, своими идеями руководителей, которые, конечно, поддержат их в их начинаниях, нелегких начинаниях, помогут в линейном взаимодействии между подразделениями. Десногорск впервые присоединился к просветительской акции «Географический диктант», которая состоялась при поддержке Росатома. Проверить знания о родной стране 27 октября в школу номер один пришли 50 человек. За парты сели сотрудники и ветераны Смоленской АЭС, представители медсанчасти, филиалы акционерного общества «Атомэнергоремонт», учащиеся и педагоги. Их приветствовали исполняющие обязанности председателя комитета по образованию Ольга Хромченкова и депутат горсовета, работник атомной станции Денис Куралесов. Участие в госкорпорации «Росатома» в географическом диктанте – это еще один шаг на пути к развитию наших граждан и страны в целом. В Десногорске к интеллектуальной викторине проявили интерес люди разного возраста – от 13 лет до 81. За 45 минут они должны были ответить на 40 вопросов, которые озвучивали певец Сергей Шнуров, ведущая телеканала «Россия» Мария Ситтель, режиссер Никита Михалков. Модераторами выступили заместитель директора школы номер один Ольга Кузьмичева и учитель географии школы номер два Ирина Макарова. Решил вспомнить школьную программу, оказалось, что там вопросы даже есть и про атомную энергетику. Всего было 40 вопросов, на все я ответил, надеюсь, что на все правильно. Я считаю, это очень полезная для страны, для народа работа. Она и развивает людей, и патриотизм развивает. Она позволяет получить новое знание о своей земле. В завершении все получили свидетельство об участии в просветительской акции. Результаты по индивидуальному номеру можно будет проверить 29 ноября на сайте dictant.rgo.ru. Там же до конца октября доступна онлайн-версия диктанта. Уважаемые десногорцы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. 31 октября на Кургане Славы в 12.00 торжественное перезахоронение останков воинов Великой Отечественной войны, погибших на территории Смоленской области, поднятых поисковыми отрядами города Десногорска. 2 ноября в 10.00 от физкультурно-оздоровительного комплекса Десна стартует веломарафон 150 км за 24 часа. Заявки на участие принимаются по телефону 8 910 713 81 10. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok